Золотой век футбола Но и тогда игра сильно отличалась от современной версии Я вот до сих пор удивляюсь У нас, когда мы играли, у нас Толя Блохин, вратарь Он с рук, с линии штрафной выбивал мяч Он долетал, но вот до радиуса на половине поля соперника А сейчас я вот вижу, просто вратари, когда выбивают с рук Они могут от линии штрафной добить до другой штрафной Футбол сейчас другой Быстрые, техничные роли игроков на поле стали универсальными Сейчас уже как-то нивелируются такие понятия, как защитник, полузащитник Даже вратарь выиграет Нойер Он исполняет полевого игрока Уже как-то это все Ну какой-то футбол, во-первых, очень быстрый стал Это все, и мячи быстрые стали, и быстрее думают на поле Универсализация сплошная идет И сейчас уже нет такого распределения Ампоа Мне больше нравился более романтический прошлый футбол Когда вратарь был вратарь, которого дело было ловить мячи На первый план у них выходило попасть в основной состав Попасть там в заявку на игру А дети, сейчас номера раздают А раньше просто была битва, дрались, чтобы попасть в первый по 11 номер Вот это было достижение Если ты уже там 13-й, 14-й, ты в запасе А если ты выиграл уже там 5-й, 6-й, то это уже большая заслуга Голкипер Виктор Гаус играл за крылья Совета В 8 сезонов из более чем 200 матчей за профсоюзную команду Ему запомнилась кубковая игра с московским Торпедо Удачно этот кубок прошел Мы и Шахтера обыграли, и Торпедо в Москве мы их обыграли 3-2 Филиппов забил 3 мяча, я пенальти отбил Такой памятный момент, были все очень рады Как бы не менялся футбол, но интерес к нему болельщиков во всем мире Только растет национальные чемпионаты и розыгрыши Кубка мира Продолжают собирать многомиллионную аудиторию у телеэкранов Так будет и в 2018 году в России Самара готовится принять любителей и участников этого грандиозного спортивного спектакля Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, События Всем привет! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...